Балкер Грин Камакс-6, с российским грузом, подал сигнал СОС и запросил помощь. У грузового судна отказал двигатель, и 31 августа он подал сигнал бедствия, находясь в Южно-Китайском море, почти в 300 морских милях к востоку от Вьетнама. 2 сентября, береговая охрана Китая была поднята по тревоге. Командование на спасение направило корабль, который выполнял некоторые задачи в спорных районах Южно-Китайского моря. Находясь в Южно-Китайском море, судно полностью потеряло мощность из-за отказа главного двигателя и дрейфовало по волнам. В любой момент ему грозила опасность затопления, и срочно требовалась спасательная операция. По пути сотрудники правоохранительных органов корабля Мэйдзи, который вышел на спасение, узнали больше о проблеме и разработали план спасения. Когда они подошли к судну, высота волны составляла от двух до трех метров, а сила ветра — от шести до семи метров в секунду. Поломанное грузовое судно перевозило почти 90 тысяч тонн угля, а на борту был экипаж из 19 человек. Ближе к восьми вечера, высота волны уже составляла семь метров, и только около 22 часов удалось начать буксировку. Балкер Грин Камакс-6 был взят на буксир 3 сентября и был отбуксирован в сторону Вунгтау. По состоянию на сегодня, балкер находится на внешней якорной стоянке Вунгтау. Судно направлялось из российской узлуги в Китай. В результате происшествия, груз угля из РФ, не может быть вовремя доставлен. Корабли, зафрахтованные российскими компаниями, все чаще сталкиваются с техническими проблемами. Это связано со значительным падением российского товара оборота и нехваткой средств на проведение качественного ремонта.